здравствуй дружок здравствуй те приятно что яйцо патриотической наше а владимир соловьев педагог предприниматель телеведущий радиоведущий журналист публицист писатель гений миллиардер плейбой филантроп или как говорит месье уткин шопотливая тетенька мяская карлиц а босса ный клоун соловьиный помет вечерний мудозвон ну наконец маршал пропаганда во первых я задам простой опрос ютюбу какого хрена в очередной раз не пришли оповещения что у вас происходит вообще что-то заиграли нам надо покарать интернет нам ставят мало классов вы так меня боитесь вам так страшно эти жалкие далайка в свиньи не хотят сделать красную кнопочку подписаться серой но я знаю в чем дело знаю украинские модераторы делают все возможное чтобы навальный и прочей либерастня выполняла политические задачи владимир удольфович наши маркетологи сказали чтобы подняться на ютюбе вам нужно это и что мне с этим делать то же что с подписчиками на вашем канале крутить ты обратил внимание они все с телефонами конечно они все мажоры да а вы все правильно поняли владимир соловьев свойственной себе манере ворвался на youtube сперва поставив его на место я не удивлюсь если по дороге в студии в гтрк он орет на магнитолу чтоб она сделала потише собственно об этом и очень многом другом сразу после рекламы после карантина множество профессий будут уже не актуальными а учиться новому и готовиться к изменениям нужно еще вчера и что делать когда в интернете столько обучающих курсов и непонятно какой из них стоит своих денег а какой просто вода есть ответ сливы склад точка ком это очень полезный ресурс где ты найдешь тысячи курсов и уроков от программирования и дизайна до психологии и изучения иностранных языков причем за день у них эксклюзивно выходит по 20 новых материалов теперь ты точно сможешь понять стоит тот или иной курс своих денег или нет а еще у ребят есть телеграм-канал в котором каждый день выходит по два курса абсолютно бесплатно где я нашел еще больше полезной информации и закрытый чат а теперь самое интересное сейчас есть возможность купить все курсы всего за 500 рублей а также специально для подписчиков моего канала ребята из сливы склад точка ком сделают скидку 10 процентов по промокоду рындыч 10 ссылки на ресурс найдете в описании под видео и вот стоит поторопиться потому что акция продлится до 10 июня вперед за знаниями сейчас владимир соловьев является пожалуй самым востребованным пропагандистом на радио и тв прошлом году его даже внесли в книгу рекордов гиннесса и вот казалось бы неужели переобувание нет такой дисциплины нет поэтому рекорд присвоили за самый продолжительный недельный эфир соловьев провел в эфире более 25 часов чем достал даже постоянных зрителей ба как относишься к соловьеву шах и мат владимир на телевидении первый раз соловьев оказался в конце девяностых александр гордон пригласил его на роль соведущего в шоу процесс где они спорили о справедливости закона о чем впоследствии сильно сожалел ну и да раньше он был большой прям как василий уткин мерзкая жирная свинья его взгляды на обстановку в стране менялись в зависимости от темы эфира в начале двухтысячных он сетовал на то что люди не выходят на улицу когда у них забирают свободу самовыражения как показал митинг все подсокают языками а потом свыкнуться а лет через 30 их дети скажут что же ты папа и что же ты мама нашли годы и позиция по отношению к митингующим изменилась ровно в противоположную сторону более выгодную сторону вечные два процента дерьма вот эти два процента дерьма считают себя вправе что-то кому-то в москве объяснять схожая смена позиций была и в других вопросах когда продавали нтв где в то время в почете были интересы либерального общества они фильмы про ментов он говорил следующее даже господь бог дает свободу выбора ты можешь выбирать и можешь не выбирать не президенту путина этого лишать в итоге нтв все-таки продали каждый кто поддерживает путина должен задать вопрос себе что делаю я чтобы не подвести своего национального лидера в общем настоящий патриот побольше бы таких но соловьев то это все сделал и пошел на это только ради того чтобы хорошо жить европе эх загнила европа конечно да неприятно тут находиться владимир рудольфович то ли дело россия березоньки водица колодезная за народ только обидно 20 лет с колен встаем а все так и не встанем это да не могу вот расслабиться все за родину обидно настоящий ты патриот вова это да а еще владимир соловьев проводит курсы по успеху если вы хотите быть миллионером одевайтесь как миллионер если вы хотите быть миллиардером одевайтесь как миллиардер вы хотите быть аристократом одевайтесь как аристократ а вы так понимаю хотите быть кашпировским странная у вас логика нет возможно она имеет право на существование но лучше было бы сказать хотите быть миллионерами уходите нахрен с этой сетевой конторы а именно там он проводит свои занятия и главное все все понимают закройте глаза чтобы по карманам прошарить конкретно тренинг направлен на ведение переговоров умение слушать отличает успешного переговорщика от любого другу только вот сам он своим советом не следует не немецкими нацистами встал и вышел вот этого отсюда убрать пшел вон отсюда вон отсюда я не хочу марать свои руки об эту мразь пшел вон отсюда мразь нацистская всем привет это вечер в кома с владимиром соловьевым и сегодня тема нашего эфира украинские шпионы у нас в гостях эксперты арнольд пиздобольский а также его оппонент украинские шпионы мразь тарас сала за хрой пасть мразь пиздобольскому слова я считаю что он мразь до пшел вон отсюда вон отсюда пшел охрана вывести эту мразь я не хочу марать руки об этом правильно с ним ну что дорогие телезрители сегодня мы в очередной раз вычислили украинского шпиона и как вы видели ему даже нечего было сказать а нам есть что сказать я все это безумие должно было оставаться в ящике дабы не нарушать равновесие сил сейчас я пафос не придумаю подожди долгие годы интернет и тв находились в гармонии пока одни искали шпионов и разоблачали америку мы не изменяли баланс просто нарезали нечто для общего представления другие создавали все новые челленджи и купались в ванне с чипсами никто не решался нарушить хрупкое равновесие ибо пророчество гласит что потревожащий тонкий процесс контента издания будет навечно утопать в дизлайках но тут пришел он покажите пожалуйста твиттеры от миссии уткина привет вы видите пожалуйста слушайте ребят что значит у вас не готова как у вас может быть не готова когда у меня написано что у вас готова или вы на уткина работаете давайте вы уволитесь я задам простой вопрос ютюбу вам так страшно покажите мне скриншотик мемеса у нас не готова как это у вас не готова а с чего мы будем орать как сучки можем вывести комментарий давай до генсека и президента которые у нас выводят сейчас сообщение они идиоты технические ошибки кончаются обычный расстрел я понятно объясняет владимир рудольфович чат махая идея да ладно серьезно совершенно я не хочу с вами разговаривать вообще не разговаривать кроме того что вы смешной и отвратительный вас реально ненавидит весь интернет в сети набирает обороты петиция о запрете вэр соловьёву ввести эфиры на федеральных теле и радиоканалах собрано уже более 110 тысяч подписей постоянное нагнетание и истерия в эфирах его передач оказывают негативное влияние на эмоциональное состояние людей что можно прямо назвать настоящим насилием над психикой слушающие его публики и скоро по всей видимости в список мест где а запрещено находиться в эр соловьёву внесут и youtube хотя вот я есть честно не поддерживаю youtube свободная площадка чисто вбросил а чё ему можно мне нет что ли а вот что касается радио там правда какая-то дичь творится ты мразь ты мразь за кого ты не позорь татарстан мразь лакей путюную ты-то чей вы послушайте что людмила вы не люди хватит мучить нас разговорами об украине людмила ну почему всегда лжете первое стали что вас выключено давно радио второе вы бросили трубку от мрази можно я домой пойду как только владимир завел свой личный youtube канал он сразу вступил в конфликт с василием уткиным и вот прежде чем мы обсудим тему дня насущного вы должны понимать как он ведет себя в конфликтах в принципе в прошлом году солист группы аквариум борис гребенчиков записал песню с загадочным названием вечерний м и всем стало очевидно что речь идет о программе владимира соловьёва более того сам владимир это понял и закатил истерику в своей радиорубке попутно задевая ивана урганта назвал свою песню вечерним звон так пошло и так подло ударить урганта в спину чтобы так вот нагло использовать переделывать название передачи это не в какие ворота на что ургант ответил свойственно себя манере подколом что спровоцировало еще больше подрыв пердака мы с огромным удовольствием пригласили бы борис борисовича спеть эту песню в живую но к сожалению мы не можем на первом канале исполнять песни про сотрудников других каналов свой монолог вчерашний извините я свою передачу начал не как урган соправдание себя это орган себя оправдывает пытается отмазать но это не главное он на полном серьезе хотел перевести стрелки и завелся когда это не вышло смысл любого спора любой дискуссии когда вы находитесь на той территории в которой вы себя чувствуете абсолютно комфортно территории пиздобольство позже борис гребенчаков пояснил что между вечерним у и вечерним м непреодолимое расстояние как между достоинством и позором теперь когда вы в курсе контратакующие тактики владимира соловьева вы будете более восприимчивы к ныне главному конфликту на ютубе и так с чего все началось василий уткин критически высказался о ситуации в стране а конкретно отсутствие денежных выплат гражданам в связи с самоизоляцией потери занятости просто самом деле только один государство ты мне на кое вот сейчас данный момент я в принципе сам бы дома отсиделся наверное соловьев всегда отличался тактичностью и в этот раз тоже не смог пройти мимо бедный уткин синдром туретта на лицо да еще отягощенные запущенной депрессии необходимо профессиональная помощь сам не справится могу оплатить его лечение и понеслась хлопотливая тетенька мразь мяская карлица продажные жирные скотина босса ный клоун слезня славьяный помет жирная свинья печерний мудозвон глубоко несчастный педерастическая обезьяна мразь маршал пропаганда понимаю суть конфликта до конца не раскрыта вкратце уткин вызвал соловьева на versus battle я хочу тебя унизить с чего владимир всячески сливался и стоит отметить что уткин оскорблял намного тоньше и изящнее но я того похудею и у меня снова будет шея а вот у тебя то шеи никогда не был на мой взгляд василий победил да наверное и на взгляд большинства что подтверждают угрозы физической расправы от владимира соловьева ведь когда заканчиваются аргументы вход идут кулаки а то знаешь вот эта рука может голову в другое положение тебе привести просто сверху по куполу врежу смотри у меня и смотри в оба опасный соперник вы не готовите удар удар просто сам я буду вот смотри смотри вот а вот вот оп или тихо спокойно тебе даже на противника не обязательно смотреть оп вылетел оп-оп вылетел вот нашел стул да оп вот так вот вот так вот не рассмотрели дать еще раз он берет опять делает все просто ты говорят высокого роста ничего себе подпрыгнуть я достану удар ты кому там собирался по кумполу дать уткин уткин да я не то что прям собирался да я в принципе вообще ничего против не имею как бы я такой чтобы ну как бы все по-человечески решить оно же как бы сам понимаешь доигрался славе я купил недвижимость за границей вам советую чего вов а если у вас завтра сменится и кого будешь поддерживать новую власть а если она плохая будет если родину любишь власть всегда к тебе хорошо относиться будет а ты я люблю родину власть народ оставляйте как можно больше комментариев дабы продвинуть обзорчик хоть немножечко также ставьте лайк если вам понравилось и подписывайтесь на канал и на инстаграм а то вот я в каждом ролике говорю а все равно мало что у вас происходит всем спасибо пока а